В этом году Васильевка и Степногорск могут оказаться на грани экологической катастрофы. Все из-за аварийного состояния системы очистки сточных вод. Об этом сегодня представители городов говорили в областной администрации. По их словам, очистные станции уже не первый год требуют замены. Но пока дальше текущего ремонта дело не идет. Очистные сооружения в Васильевке и Степногорске, построенные еще в советское время, были рассчитаны в том числе для работы горно-обогатительного комбината. Теперь же, когда завод не работает и нагрузка на систему значительно снижена, магистрали пришли в негодность, говорят специалисты. При этом из-за того, что она слишком энергозатратная, жителям этих городов использование стоков обходится очень дорого. Когда мы слышим, что очистные стоки стоят рубль, 2, 3, 5, но когда у нас стоит 25, магистрали настолько сейчас вышли из строя, что по нашим прикидкам не менее 80% их поддержит замене. Это грозит экологической катастрофой, потому что напорный коллектор проходит практически по недалеко от берега водохранилища. Естественно, вот это все потечет в наше Днепровское водохранилище. Сегодня на заседании обсуждали возможные пути выхода из этой ситуации. В идеале руководители городов хотели бы видеть новые локально очистные сооружения. Стоит такой проект около 30 миллионов гривен. Но своих денег у Васильевки и Степногорска нет, а дадут ли средства из государственного бюджета, неизвестно. Поэтому пока все, что может предложить областная власть – реконструкция наиболее проблемных участков. На сегодняшний день нам надо закончить тот проект, который уже сегодня в работе – это реконструкция существующих очистных верхних рынков. Таким образом, мы договариваемся, что при формировании областного экофонда мы этот проект будем выносить как один из первоочередных миллион 600 на этот год. При этом, как отмечают представители коммунальных служб Васильевки и Степногорска, выборочный ремонт системы не решает проблемы. Поэтому участники сегодняшнего заседания намерены еще раз рассмотреть всевозможные проекты на местах и вновь собраться через месяц.